Лаборатория экспериментальных исследований НИИ общей ренематологии имени Владимира Александровича Неговского ФНК ЦРР занимается проведением доклинических биомедицинских исследований, в том числе на лабораторных животных. Использование лабораторных животных в целях научных исследований подразумевает соблюдение ряда норм и биоэтических стандартов, и определенных условий содержания животных. Так, в настоящее время НИИ общая ренематология располагает комплексом помещений для содержания животных, который включает в себя, собственно, само помещение, комнату передержки, моечный блок, и также отдельное помещение, комнату для изучения поведения животных. Относительно недавно лаборатория была оснащена индивидуально вентилируемыми клетками, которые сейчас представлены. Животные в них содержатся по отдельности, можно парами, можно несколько животных. И данное оборудование дает ряд преимуществ по обеспечению качественного содержания животных и по их использованию в научных исследованиях. Более подробно об условиях содержания лабораторных животных, о преимуществах, которые дает данная система индивидуально вентилируемых клеток, расскажет научный сотрудник лаборатории экспериментальных исследований Калабышев Сергей Николаевич. Особенностью индивидуально вентилируемых клеток системы ИВК является тот факт, что каждая клетка представляет собой выделенную микробиологическую единицу. Это означает, что за счет системы фильтров и системы вентиляции, которая отдельно устроена в каждой клетке, микробы в случае заражения животных в одной клетке не переносятся между клетками. Это означает, что мы контролируем микробиологическое состояние животных в каждой клетке отдельно. Такая система, в частности, применяется для содержания животных категории SPF – Specified Pathogens Free. Это категория животных, которая общепризнанно является стандартом для проведения биомедицинских исследований. Животные, для которых контролируется их микробиологический статус на выходе, так сказать, из питомника, что подтверждается и отдельными сертификатами в частности. В системе фильтров конечным звеном являются так называемые HEPA-фильтры, в том числе они установлены и в крышках клеток. И это те фильтры, которые не позволяют проходить через них никаким частицам, в том числе и бактериального размера. Вентиляционный блок системы ИВК позволяет нам контролировать температуру воздуха в клетках, влажность и кратность воздухообмена. Также вентиляционный блок позволяет устанавливать избыточное или, соответственно, отрицательное давление в клетках. Как правило, используется как раз избыточное давление для того, чтобы мы могли быть спокойными за то, что и наши сотрудники не заразятся от животных. Субтитры создавал DimaTorzok